А теперь давайте перейдем к той части, где наша интуиция будет подсказывать, что Бог не мог бы приказать убийство детей. Возможно, мы не настолько расстраиваемся, убийством некоторых мужчин, способных воевать. Возможно, тоже можно сказать о взрослых женщинах, которые могли не нападать, но все равно... все равно сношались животными. Все равно сношались животными и поддерживали мужчин, бросающих детей в огонь. Но дети... Почему они, еще не достигшие возраста ответственности? Я думаю, что это вопрос, на который труднее всего ответить. Но для меня, честно говоря, это не настолько сложно. У меня и Джин нет собственных детей. Потому мы усыновили детей из неблагополучных семей, возрастом от 6 месяцев до 18 лет. За последние два с половиной года к нам домой приезжала полиция 7 раз. Вот это действительно приключение. Одну вещь, которую мы узнали, это то, что независимо от возраста, они приносят с собой... А мы не усыновляли детей, которые старше 12, но поверьте мне, они приносят свою культуру с собой. Они очень интересуются своими биологическими родителями. Я почти не встречал усыновленного ребенка, который не был бы поглощен поиском своих родителей. Но мы думаем, как поется в словах той песни «Любовь найдет способ», люди говорят, «Конечно же, любовь нашла бы способ». Я говорил с Полом Копаном и Уолтоном, которые пошли в совершенно неверном направлении в данном случае. Так вот, после разговора Копаном, я встретился с женщиной, которой было за 40, и которая слышала, что я сказал, что люди приносят свою культуру с собой. Так вот, она рассказала, что усыновила младенца из России. И когда ему исполнилось 6 или 7 лет, они сказали ребенку, что он усыновлен из России. Она сказала, что с этого момента все, о чем он говорил, это Россия. С этого времени он отделил себя от усыновивших его родителей и заявил, что если США начнут войну с Россией, то он перейдет на сторону России. Она указала, что если бы вы мне сказали, что любовь не найдет способ, когда я усыновила этого ребенка, то я бы никогда не поверила вам. Никогда не поверила бы вам. Но я говорю вам сейчас, что этот ребенок хочет знать все, что связано с Россией. Кстати, я говорил с ней около полтора года назад, и она сказала, что теперь он взрослый и живет отдельно с подружкой, которая начала обличать его за ее отношение к нам. У моего брата также двое своих детей и двое усыновленных. Но они не заинтересованы быть частью его семьи. Одна из его усыновленных дочерей пошла работать социальным работником в Сан-Диего. И она говорит, что усыновленные дети всегда, без исключений, заинтересованы своими биологическими родителями. И мы это заметили так же. И каждый раз, когда что-то не так, когда вы наказываете ребенка, то они думают, я был бы более счастлив в семье моих биологических родителей. Этого не было бы у моих настоящих родителей, они относились бы ко мне намного лучше. Подобное мышление имеет место все время. Кроме того, в культуре мести, которая была в то время, дети сказали бы, «Так вы убили моих родителей?» Что именно такое они делали, что заставило вас убить их? Какие, как вы называете, грехи они совершали? Вам, как минимум, придется спать с ножом под подушкой в таком доме, поскольку те дети придут за вами. В своем блоге я цитирую одну женщину по имени Мэри Долмэн с ее разрешением, которая говорит, «Мы приняли в семью 18 детей, но никто из них не воспринимает нас как своих родителей». Я не могу сосчитать, сколько раз нам пришлось вызывать полицию домой и так далее и тому подобное. Но, несмотря на это, люди все равно говорят, «Я не верю в это». «Любовь найдет способ». «Вы не знаете, о чем говорите». «Да». «Да, повторять, что «любовь найдет способ» звучит мило. Но вы не знаете этого. Это ваша интуиция, которая может ошибаться. И я консультировал родителей с приемными детьми, и некоторые из них сталкиваются с ужасными проблемами. Что еще интересно, это то, что по статистике даже семьи с суррогатной беременностью сталкиваются с той же проблемой. Люди понимают, что их биология определяет то, кем они являются, несмотря на то, что многие не хотят принимать это в вопросах своего пола. Именно поэтому программа «23andMe» стала такой популярной, когда люди вдруг обнаруживают, что у вас есть родственники из-за того, что ваш отец или мать закрутили роман с кем-то. Вы узнаете все эти секреты, что вы, оказывается, внебрачный ребенок. И подобные вещи, становящиеся известными благодаря научным достижениям. И я думаю, что это только подтверждает твой ответ. В одном из своих блогов ты писал, объясняя, почему израильтяне не могли усыновить ханаанских детей. Это нереально. У них было всего три варианта после убийства их родителей. Первый — оставить их там умирать, быть растерзанными животными и умереть с голоду. Второй — убить их мечом, что было бы быстрой смертью. И третье — усыновить их. Усыновление не сработало бы. И Господь сказал, что если они позволят им жить, то они совратят Израиль. Желание узнать о грехах своих родителей было бы очень сильным. Клей, позволь тебя спросить вот о чем. В это время Израиль был зарождающейся нацией. Они пока что еще учатся ходить духовными путями, и любой родитель, у которого есть ребенок, будет защищать их. Никто из родителей не станет тут же показывать своих новорожденных соседям, всем окружающим, так как их иммунная система не готова справиться со всеми опасностями. Возможно, что здесь еще и это играет роль. Возможно, что некоторые из этих приказов более строгие и более настойчивые, поскольку Бог хочет защитить только появившийся народ, чтобы защитить от всех развращений со стороны. Например, если вы больны раком, то вы хотите избавиться от него насовсем. Да, это так. Верно, как ты и сам знаешь. Как я и сам знаю, как тот, кто болен раком. У меня был тот же рак 20 лет тому назад, и его тогда удалили. Бог повторяет снова и снова, что он хочет защитить их от впадения в один и тот же грех снова и снова. Есть еще кое-что, что Бог хочет сделать посредством этого. Многие спрашивают, почему бы Богу самому не лишить их жизни? Потому что он хочет научить израильтян ужасу восстания против него. А ужас восстания против него — смерть. У меня сейчас вылетело из головы фамилия библииста Ветхого Завета из Вестмонда. К сожалению, не помню сейчас. Но так или иначе он писал о хананеях. И я подумал, что его мысль попала в точку. То, что Бог сделал с хананеями, является предварением грядущего суда. Если вам не нравится то, что Бог сделал с хананеями, друзья и верующие братья и сестры, то берегитесь, поскольку это предварение грядущего суда. Суд будет строгим и происходящее там будет намного хуже. Давайте также не будем забывать о важнейшем моменте. Убийство хананея или израильтянина не прекращает их существование. Это очень важный аспект. Это не просто первый класс христианства. Это христианские ясли. Вы продолжаете существовать после того, как вас лишили жизни, вы умерли, погибли в аварии и так далее. Вы не прекращаете существовать. Мы не говорим о прекращении существования этих детей или взрослых. Мы говорим о том, что они войдут в другую реальность, реальность Царства Небесного, где тот, кто судит праведно, будет судить праведно. И я думаю, что можно прийти к выводу, что ханаанские дети спасены. Я не могу утверждать наверняка, но я думаю, что есть весомые аргументы в пользу того, что дети определенного возраста, возможно, до подросткового, я не уверен, будут спасены. Я думаю, что Писание учит, что есть возраст ответственности. Иисус в Евангелии от Матфея говорит, «Позвольте детям приходить ко мне, ибо им принадлежит Царство Небесное». И многие люди, исследовавшие этот вопрос, говорят, «В каком смысле Царство Небесное принадлежит детям, если их там нет?» Редактор субтитров Корректор А.